Приветствую! В ремонте планшет от Prestigio с разбитым тачскрином. Видео о замене тачскрина. Разбираю планшет. Снимаю заднюю крышечку. Проверяю, не установлена ли карта памяти и сим-карта. Выкручиваю винты и с помощью пластиковой карты снимаю заднюю крышку. Особое внимание при разборке нужно уделить контактам для антенны, они очень легко повреждаются. Даже пластиковой картой. Готово! Отклеиваю скотч со шлейфа тачскрина. Отключаю шлейф. Это новый тачскрин. Ссылка на него будет в описании под видео. Тачскрин уже с нанесенным двухсторонним скотчем, но качество этого скотча мы еще проверим. Подключаю новый тачскрин для проверки на исправность. Включаю планшет. Планшет не включается. Разряжен. Это обычное дело. При этом от зарядного устройства принимает небольшой ток. Порядка 100 миллиампер. При таком токе зарядки мне придется ждать несколько часов, пока аккумулятор зарядится и я смогу включить планшет. Но можно слегка подтолкнуть аккумулятор, чтобы ускорить процесс. Использую для этого самодельный блок питания. Отклеиваю скотч с проводов аккумулятора. Подам на плюс аккумулятора напряжение, соответствующее полностью заряженному аккумулятору. Примерно 4,2 В. Напомню, что минус блока питания к планшету уже подключен по кабелю microUSB. Поэтому мне нужно подключить к аккумулятору только плюс. После подключения ток зарядки подпрыгнул почти до 2 ампер. Этого достаточно. Теперь планшет заряжается от microUSB кабеля вполне нормальным током 1 ампер. Немного жду, буквально 5 минут и включаю планшет. Тестирую работу тачскрина. Проверьте работу тачскрина по всей поверхности. На касание реагирует. Можно приступать к замене тачскрина. Отключаю шлейф. Разбитый тач буду снимать методом растворителя и пленочки. Растворитель обычный 646. Наношу растворитель по периметру, зазор между тачскрином и корпусом. Подсовываю пленочку под тачскрин. Добиваюсь, чтобы пленочка была видна с внутренней стороны тачскрина. И прохожусь по периметру, разрушая клейкий слой двухстороннего скотча, на который приклеен тачскрин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Готово! Сеточку для динамика нужно переклеить на новый тачскрин. Осколки стекла и пыль сдуваю грушей для оптики. Устанавливаю сеточку на место. Отклеиваю защитную пленку с тачскрина и пленку с двухстороннего скотча. Продуваю пыль и вклеиваю тачскрин, выравнивая по углам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подключаю шлейф. Шлейф фиксирую на каптоновый скотч, чтобы при эксплуатации шлейф случайно не отключился. Собираю планшет. Протираю тачскрин бумажкой, слегка прижимаю, чтобы тачскрин хорошо проклеился. Тестирую работу. А теперь проверим, насколько хорошо держит скотч, установленный с завода. Проверяю с помощью присоски из набора по замене тачскринов. Тачскрин отклеился практически без усилия. Так оставлять тачскрин нельзя. Нужно переклеить тачскрин на нормальный двухсторонний скотч. Разбираю планшет, отключаю шлейф и снимаю тач. Буду клеить на свой двухсторонний скотч. Скотч, который устанавливаю по бокам, шириной 3 мм. Скотч, который клею сверху и снизу, шириной 8 мм. Вырезаю отверстие под микрофон и под камеру. Устанавливаю сеточку динамика. Отклеиваю защитный слой со скотча. Продуваю матрицу и тачскрин. Вклеиваю. Заводской скотч тачскрина не трогаю. Как показывает практика, этот скотч абсолютно не мешает. Также протираю тачскрин бумажкой, чтобы проклеился. Проверяю, насколько хорошо приклеен тачскрин. Сейчас держится отлично. Отклеиться не должен. Собираю планшет и тестирую работу. На этом свой ремонт завершаю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok